Сегодня у нас глава тринадцатая. Глава большая достаточно. Наверное, мы ее будем разбивать на две части. Или если вдруг сегодня вместо дискуссии кто-то меня подменит. Потому что я ее до конца не осилил. Итак, глава называется «Машины и крупная промышленность», в которой Маркс, соответственно, рассматривает продолжение мануфактуры, дальнейшее развитие производства и доходит до крупной промышленности. Первый вопрос, который он поднимает в этой главе, это развитие машин. Как там в терминаторе, да? Развитие машин. Машины производят сами себя. Маркс об этом задумывался еще 200 лет назад. Начинает он с того, что такое машины. И в качестве определения дает, точнее, что можно отнести к машинам. Он предлагает выбирать и механизмы, которые имеют двигатель, передающуюся часть и непосредственно работающую часть. То есть, если мы берем автомобиль, у него есть двигатель, от него идет карданный вал с ходовой частью, и рабочая часть – это колеса, которые возит этот автомобиль. Если мы берем, не знаю, какую-нибудь там подстригальную машинку, у него электродвигатель, который шестеренками передает на ножи, и ножи в 23 год. Вот это примерно такое определение. Вообще, зачем нужны наши машины? Любые, что промышленные, что непромышленные, любые. Это, прежде всего, средства, которые позволяют повысить производительность. А, соответственно, если мы повышаем производительность, и больше у нас выработка идет товара, соответственно, мы меньше затрачиваем на этот товар ресурсов, и, соответственно, машины нам просто дают более дешевые товары, тем самым увеличивая прибыль и прибавочную стоимость. То есть, исходя из нашего рабочего дня, который мы смотрели, помните, что у нас есть рабочий день, где есть необходимое время, когда рабочий вырабатывает свою зарплату, и прибавочное время. В прибавочном времени, соответственно, это все, что составляет потом прибыль капиталиста. Здесь мы условно ставим 2 часа, здесь 8 часов. Берем современный пример, не из времен Маркса. Так вот, что нам позволяют машины? Машины позволяют вот это время прибавочное увеличивать за счет того, что сократить необходимое время. То есть, со временем, опять же, как мы брали пример Маркса, было 6 часов необходимого времени, 6 часов прибавочного времени. Сегодняшнюю ситуацию мы смотрели 2 часа необходимого времени, плюс до 8 часов у нас рабочий день, соответственно, 6 часов прибавочного времени. С введением все новых и новых технологий это время сокращается, и на некоторых производствах уже и 1 часа хватает, и 10 минут, если она очень сильно автоматизирована, это производство. То есть, машины нужны только для этого, для сокращения необходимого времени, увеличения прибавочного времени. Какой из этого замечательный выход, вывод можно сделать, да? Вот нам опять рассказывают с телевизоров каждый раз, каждый год одно и то же, что вот новые технологии придут, придут новые роботы, компьютеры, которые будут все делать за нас, и нам делать ничего не придется. Но Маркс, опять же, еще 200 лет назад делал вывод, что технический прогресс не дает освобождения от труда, он просто увеличивает прибыль. То есть, прибыль все равно остается во главе всего, а весь научный и технический прогресс при капитализме стремится только к тому, чтобы увеличить прибыль. Когда мы немножко так углубились, да, рассказали, что такая машина и для чего она нужна, можно перейти к вопросу, что такое вообще крупная промышленность, да, что такое фабрики, заводы. Опять же, Маркс начинает издалека, цитирует тогдашних теоретиков, кто что при это самое на это дело высказывал, придумал. И в итоге там делилась, грубо говоря, эта теория на два лагеря. Первое, это то, что производство, это прежде всего машины. То есть, у нас есть фабрика, машины, а рабочие так, приходят, уходят, они неважно. То есть, это прежде всего система машин, грубо говоря, конвейер. Вот. А вторая сторона, это то, что, это кооперация машин. То есть, машины кооперировать с друг другом, как люди на мануфактуре, получается некая промышленность. Это очень глубоко, сложно в Марксе расписано. Мы это сейчас разбирать не будем. Мы проскочим этот момент и пойдем дальше. Нас в данном моменте это сейчас не интересует. Чем он заканчивает этот первый пункт? Опять же, тем, что машины производятся с помощью машин. Для того, чтобы делать другие машины. То есть, опять же, как в фильме про терминатор, машины делают мужчины. Это было написано 200 лет назад. На этом переходим ко второму пункту. Вообще, их 10 глав. В главе 10 пунктов. Мы сейчас, наверное, половину рассмотрим. Глава называется «Перенесение стоимости машины на продукт». Ключевой здесь стоит отметить, что стоимость машины в момент ее выработки, ее так называемая амортизация, ее стоимость, Маркс подчеркивает, она переносится не на товар, а на продукт. Это очень важно к нашему следующему занятию про проблемы экономические в СССР. Стали на то, что будем рассматривать. То есть, машина свою стоимость переносит на продукт, а товар – это уже продукт, который предназначен для товара. То есть, эта же формула у нас будет работать и при социализме, когда продукты будут изготавливаться не для продажи, как товар для получения прибыли, а для удовлетворения потребностей. Поэтому мы себе тут галочку ставим и запоминаем, что машина переносит не только на товар, но и на продукт. Что нам дает машина во время производства? Она, во-первых, увеличивает скорость эксплуатации. То есть, рабочий при машинизированном обработке начинает быстрее работать. То есть, он должен, грубо говоря, если у нас конвейер, рабочий должен успевать за этим конвейером. Соответственно, степень интенсивности эксплуатации рабочего растет. Это с одной стороны. С другой стороны, наш станок, который при этом работает, он эксплуатирует какие-то запчасти, которые у него исходят. Он сам устаревает. Ему нужны расходные материалы. Масло, машина, электричество, все что угодно. И вот здесь возникает очень интересная такая тоже модель качели небольшие. Как бы это нарисовать? Вот у нас есть время жизни станка. 0, T. И, соответственно, с одной стороны, есть тенденция это время удлинять. Зачем? Если станок у нас будет работать больше, соответственно, он нам даст больше прибыли. И, с другой стороны, то меньше мы делаем амортизационных отчислений, соответственно, у нас товар получается дешевле. Это с одной стороны стремление. С другой стороны, есть стремление это время сократить. Почему? Потому что станок, во-первых, он морально устаревает. Он становится более старый, появляются более новые станки, более эффективные, более производительные. И, работая на старом оборудовании, мы несем определенные затраты. Опять же, у Маркса очень много примеров, когда один и тот же станок, старый, меняется буквально через год на новый, который дает выше производительности, меньше расходов, меньше рабочих на него требуется. И, соответственно, несмотря на то, что в свое время станок не выработал, его есть смысл заменить раньше времени. Опять же, у Маркса очень много примеров на это время, на это выделено. Мы это пока обсуждать не будем, тоже опустим. Надо это читать самому и внимательно. Главное, что? Зачем вносятся машины? В чем суть всего процесса? Если машина новая позволяет нам производить больше товара, значит, она полезна. Но машина сама по себе, она тоже требует затраты труда на ее создание. И в этом моменте проходит как раз грань. Если от новой машины труд, затраченный на производство этой машины, должен быть, соответственно, меньше, чем труд, полученный на производстве, когда эта машина людей смещает. То есть, технический прогресс работает только тогда, когда новые машины менее затратны, чем само производство. В этом моменте есть очень такая хитрость. Опять же, Маркс приносит очень много примеров, как это работало тогда, и сейчас, в принципе, это можно то же самое найти. некоторые страны, которые могут производить дорогие машины, сложные, они не могут эти машины внедрять. Другие, наоборот, могут их покупать. Почему? Потому что стоимость рабочей силы в разных сторонах, разные, то есть, если мы будем в Индии работать, нам проще нанять 300 ткачей, которые нам это будут ткать, чем один станок поставить, стоимость станка будет дороже, чем эти 300 ткачей. А если мы смотрим в той же Германии такую же ситуацию, там обратная ситуация, там рабочего дорого нанять, поэтому покупается машина. Соответственно, так как цена рабочей везде разная, то и внедрение новых технологий разное. Отсюда можно сделать вывод к нашему времени, почему у нас нет автоматизированного производства, почему автоматизированное производство есть в Германии, в Японии. Потому что там рабочая сила дорогая, там есть смысл автоматизировать. У нас рабочая сила дешевая, более того, чтобы ее еще удерживать, привозят гастарбайтеров из Средней Азии. Они еще более дешевые, соответственно автоматизировать нет смысла. Нет смысла покупать новый автобус для поездки по городу. Можно использовать старый. Таджик почти нет, его не жалко. Он стоит дешевле, чем новый автобус. И третий раздел этой главы. Теперь мы переходим к рассмотрению того, как вот это производство машина действует на рабочего. то есть что внедрение всех этих механизмов приносит рабочему классу. Первый пункт это то, что в производстве начинает участвовать детский и женский труд. Детский плюс женский. Сейчас это не так уже тишевидно, как тогда было. Женщины тогда не работали. Они сидели дома с детьми и на производстве никак не было. есть тогда это была большая дикость. Для нас сейчас это более менее норма. Но тогда использовался очень широко детский труд. Сейчас его практически нет. Хотя тоже присутствует. И тем не менее опять же мы все знаем, что женщины как правило получают меньше мужчин. Соответственно женский труд гораздо выгоднее чем мужской. Проще нанять женщину если производство на простом механизме грубо говоря конвейер кнопочку нажимать какая разница мужчина или женщина а женщина можно дешевле платить. и в принципе то же самое с детским трудом он причем законодательно но тогда еще законодательно это не водили тогда еще широко был детский труд использован. Сейчас опять же сейчас мы смотрим на наше законодательство всех школьников летом старшеклассников у нас стараются привлечь уборку территорий на засадку клумб чего-нибудь еще доставка еды мы сейчас ехали на кружок наблюдали двое школьников с транспарантом с рекламным ходили по улице на улице дождь ветер снега слава богу сегодня не было детский труд извините 200 лет прошло а вот этот вопрос остается по-прежнему актуален не говоря уже про женщин которые получают меньше чем мужчины эксплуатируются точно так же как в Англии так и у нас несмотря на то что прошло столько времени вопрос заработной платы женщин более дешевый за равный труд столь же актуален сохраняется сегодня опять же был митинг профсоюзов там это тоже присутствовало про отсутствие дискриминации женщин следующий момент который приносит внедрение машин для рабочих непосредственно это удлинение вот этого времени рабочего дня то есть прирост времени если до введения машины рабочий сидел днем работал сколько можно было сколько надо было и уходил домой и в принципе от этого производства не страдало то машина стоит на заводе 24 часа и соответственно для удлинения вот этого времени у капиталиста есть желание увеличить его до полный рабочий день 7 дней в неделю 12 месяцев в году и так далее то есть чтобы оборудование работало круглосуточно опять же есть тенденции в обратную сторону но в принципе такое возможно и мы сейчас можем наблюдать это прямо в живую все мы давным давно привыкли что у нас электричество в домах есть целый день а чтобы оно было в домах целых денег вон там у каждого во дворе стоит будка трансформатор где стоит трансформатор он круглосуточно работает и все он даже обслуживается когда его надо что-то заменить даже тогда свет не отключается то есть приборы машины могут работать круглосуточно тем самым принося прибыль капиталисту есть конечно в этом и обратная тенденция в удлинении эксплуатации машина машина быстрее изнашивается но несмотря на то что она быстро изнашивается она зато морально меньше устает за время эксплуатации опять же никто не вмещает туда вкинуть дополнительных запчастей ремкомплектов и заставить ее работать больше опять же Маркс очень детально разбирает на примерах как это происходит то есть износ машины идет непропорционально времени ее эксплуатации ну что опять же логично станок он стоит он живее и так и так работает он или не работает Маркс это разбирает и показывает что от того что он больше изнашивается сильно капиталист не страдает зато он сильно увеличивает свое прибавочное время за счет увеличения до 24 часов правда есть обратно сторона медали сейчас мы до нее тоже дойдем есть другой хороший пример да вот у нас рабочий день 8 часов и большое количество труда автоматизировано все мы знаем явление офисный планктон когда люди сидят целый день на стульчике попивая кофе не отходят кофеварке на компьютере работает когда вы с подобными людьми говорите они говорят а что такое 8 часов работать это мелочи у меня здесь кофеварка есть компьютер есть я кресло от кресла попу не поднимаю мне хорошо я могу и 10 часов работать и соответственно этот прирост времени по эксплуатации этого офиса по эксплуатации этого компьютера он постоянно возрастает то есть стремление на увеличение времени оно есть но вторая сторона медали есть такая проблема как интенсивность труда то есть как быстро человек работает если человек быстро работает он быстрее устаёт его внимание падает его производительность падает и соответственно возникает вопрос что человек не может работать 24 часа тенденция падает и соответственно даже 8 часов ему тяжеловато работать поэтому капиталист делает что он берет день разбивает на 3 смены по 8 часов до и запускает наши машины как ему надо полностью круглосуточном режиме опять же очень хороший пример вот казалось бы да очевидно что человек при интенсивной быстрой работе быстро устает опять же 200 лет назад маркс приводит пример с фабрикой по производству горшков фабрика снизила рабочий день с 10 часов с 12 часов и занять до 11 рабочие стали работать на час меньше но почти год они проверяли в таком режиме работали за год производительность этой фабрики составила точно такое же количество как и при 12 часовым рабочим где соответственно человек так как знает что рабочий день короче выработка у него норма выработки все тоже он просто и работает интенсивнее но за счет сокращения рабочего дня то есть внимание да о том что сокращение рабочего дня приводит к повышению производительности потому что рабочее время затраченное на то же производство товара сокращается об этом знали еще 200 лет назад я туда же выписал это 1844 год 200 лет почти прошло этих экспериментов когда производство сокращали по времени работы и получали такой же результат по продукции а наш премьер-министр только в этом году узнал что оказывается что если сократить рабочее время то производительность труда может повыситься приводит какие-то странные примеры там снова и зеландии там с фирмы еще откуда-то казалось бы в роз взрослый человек да но опять же комсомолец он был когда-то соответственно марксизм изучал судя по всему до 13 главы он не дочитал раз такое открытие сделал в таком возрасте прогуливал да то есть у нас третий пункт как раз получается что сокращение рабочего времени то есть в обратную сторону когда рабочий день сокращается и это приносит прибыль в четвертой части главы маркс рассматривает вопрос что же такое фабрика во первых у на фабрике говорит как об автоматическом производстве да то есть до изобретения конвейера форда еще за 50 лет до этого фабрика уже представлялась себя автоматизированную систему производства и уже маркс говорил об этом как об автоматике на фабрике и сложные машины сложным машинам для их обслуживания нужны специалисты специалист чтобы он обслуживал эту машину ему надо долго учиться долго учиться соответственно специальность специально сложная вторую специально за свою жизнь как правило человек получить не успевает поэтому еще в те времена столкнулись проблемы что человек привязывается к фабрике да то есть ты отучился пошел работать ты на этом предприятии работаешь ты все знаешь у тебя все хорошо но стоит тебя вылететь за забор и попытаться устроиться на другую фабрику оказывается там другое оборудование другой автоматический процесс или вообще-то единственная фабрика да другие фабрики на другом принципе производства построен ты вообще ничего не можешь то есть вот такая беда специалитета то есть тогда люди начали получать профессию на всю жизнь в этом есть свои плюсы есть свои минусы есть хороший плюс да когда у тебя рабочие очень много лет работают они очень опытные получается очень хорошая продукция есть такой хороший пример очень британские двигатели авиационные мерлин вот их могли делать только в англии почему потому что к их производству допускались только те рабочие которые на этом заводе отработали 20 с лишним лет то есть 20 лет ты отработал ты можешь приступать к сборке сонных двигателей когда эти двигатели по лицензии попытались купить американцы у них тоже достаточно высокий уровень промышленности было тот момент у них не получилось потому что у них слесаря были криворукие они такие замечательные как на фабрике до после сборки обработать напильником вот как раз чтобы напильниковым ты знал как обработать опять же это возвращаясь к тому что фабрика это автоматизированное производство в том числе когда люди становятся винтиком он винтиками на в этой машине не факт что подойдет другую машину все мы знаем да у нас винтики из минусовую сверка из плюсовой и со звездочками с чем угодно итак то есть делаем вывод что рабочий у нас привязывается к фабрике и он особо никуда деться не может опять же такой чисто философский момент что получается рабочий у нас становится десантом кайкой на фабрике то есть он служит именно как запчасть для производства какой-то там отдельной автоматической линии до линии то есть он винтик в этом деле опять же возникает вопрос с его дисциплиной мы озвучили в предыдущих главах да что человек должен быть дисциплинированным чтобы весь механизм вовремя работал он должен прийти вовремя на работу опять же маркс это много моментов мы их разбирать пока не будем пару моментов из этого раздела еще очень интересных первые маркс обсуждает штрафы до что на производстве если рабочий накосячил его за это штрафуют вот он заметил интересную тенденцию что иногда у некоторых капиталистов на предприятиях не столь важно насколько его работники соблюдают правила безопасности делают все качественно и замечательно без косяков да сколько становится интересно чтобы все рабочие были постоянно штрафовали за это и соответственно вот это время необходимо для своей зарплаты сокращали сокращали опять же да любая какая-нибудь торговая сеть сотовых телефонов там пожалуйста штрафы постоянно штрафы из обещанной зарплаты очень часто люди получают лучшем случае половину только за счет штрафов то есть опять же казалось бы эта техника сложные машины не дай бог ничего не случится она стоит уйму денег но нет гораздо интереснее увеличивать прибавочное время чем заботиться о технике поэтому не надо удивляться когда у вас на работе начальник вам говорит что похрен на эту технику главное чтобы ты поработал побольше принес мне побольше прибыли есть такая тоже интересная тенденция соответственно когда идет стремление повысить прибыль свою в том числе за счет штрафа рабочих соответственно можно на этих рабочих еще день сэкономить на технике безопасности на условиях труда на здоровье этих работников не поставить хорошие фильтры и кондиционеры которые будут фильтровать воздух здоровье работников будет страдать и хорошая такая фраза цитата которую приводит маркс к этому разделу 13 главы это что на фабрике это такая форма фабрика забавная что она очень похожа на каторгу только немножко смягченную такой полегче каторга лайф но каторга что собственно есть ключевое в этом разделе пятый пункт после рассмотрения отношения машины к людям и тому подобное мы приходим к тому что рабочие загнанные в эти условия начинают бороться с машинами и целый раздел этой главы посвящен как раз борьбе рабочих с машинами ну там машины с рабочими боится у терминатора а здесь как раз наоборот были такие лудиты в англии не только в англии во франции которые ходили разрушали машины маркс начинает с них постепенно развивает 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 и смотрит отношение машин к людям людям машин там не совсем ходили рабочие по улице вообще-то это было достаточно организованное движение вплоть до того что их подразделение больше напоминали власти части с дисциплины с даже собственно название движения лудиты произошло от имени их генерала луд поэтому не надо так пренебрежительно относиться к этому движению дескать это какие-то маргиналы там машины они все прекрасно понимали что из-за машины у них собственно как проблем и они хотели их не просто взять по лучше потому что машины не нравится они вполне себе боролись за средства существования маленькая дополнительная совершенно верно опять же если бы вы прочитали эту главу к занятию вы бы все эти примеры видели маркс действительно это рассматривать с разных сторон на разных примерах разных государствах как происходили бунты и почему это на самом деле в главе не главное это просто с чего начинается до с того что рабочие начинают бороться с машинами да то есть рабочий вместо того чтобы сражаться с капиталистом который получает непосредственно прибавочное во время он начинает сражаться именно с машиной люди ты на самом деле не первые сегодня мы можем такое же прекрасно наблюдать саботажа происходит и сейчас да вот опять же казалось бы компьютер у человека есть он сломался не работает я там пнул его ногой все работа стала сидит в телефоне играется работа стоит техники придите нам починить этот компьютер то есть в принципе порча машин есть и сейчас я машину сломал мне зарплата тикает а я не работаю соответственно если ты на окладе они на изделище не это бывает выгодно и такие случаи иногда стихийные случаются то есть когда люди борются не со своим начальником который заставляет их после пяти на работе с того оставаться да допустим а вот у меня компьютер остался сломался я не могу после пяти оставаться я пошел домой извините вот то есть такие примеры есть и сейчас нельзя говорить что это ушло она до сих пор существует почему это происходит потому что машины заменяют собой дополнительные рабочие руки соответственно рабочие в которых они замечают их выкидывают на улицу причем машины постоянно у нас обновляются соответственно количество рабочих все больше выкидываем их на улицу постоянно растет их постоянно таки давай таки давай таки давают соответственно у рабочих есть определенная тенденция к тому что ненавидеть эти машины их внедрения которые собирают у них работу это первое второе некоторые машины новые современные когда водятся не убивают допустим старые отрасли производства которых не было марксовские примеры мы не будем брать возьмем более современные опять же было недавно сми раньше в типографиях когда печаталась какая-нибудь продукция был наборчик он брал собирал шрифты из этих самых из отдельных буковок набирал на листы печатались листы вот буквально совсем недавно заявили что все это профессия отмерла и ни одного рабочего кто бы этой профессии занимался больше нету соответственно возвращаясь к фабрикам да то есть человек получил специальность учился на нее а тут вышли новые машины которому нужна эта техника и он оказался за забором никому не нужны еще один очень важный аспект когда новые технологии вводятся опять же мы с этим постоянно сталкиваемся обновляется техника и тому чего человек учился свое детство юность пока он был студентом он выучился технологии обновились все она новых технологиях он уже не соображает как это делать надо учить заново учить заново дорого проще набрать кого молодых специалистов которые там на этой технике отучились и пришли работать соответственно машины начинают выкидывать людей старшего возраста забор вы нам не нужны нам нужны рабочих молодые которые с этой техникой умеют работать опять же у людей старшего возраста есть причина ненавидеть все это дело возвращаясь к этому моменту да если женщине старшего возраста работу найти проще потому что она малооплачиваемый специалист как правило и готова работать за меньшие деньги и техника сейчас не требует сильных каких-то там навыках там молотком долбить а просто нажимать кнопки до силы не требуется физически поэтому женщинам после определенного возраста найти работу гораздо проще чем мужчинам и мужчины очень часто предпенсионного возраста остаются безработные потому что просто никому уже не нужны для работы современной техникой нужны современные люди соответственно они начинают или совсем мало получать или вообще остаются безработные у меня собственный предмет перед глазами у меня и соседи женщины там работают мужики ходят и и не знаю что делать их на работу никто уже не берет возраст 50 с лишним кроме того что машины выкидывают лишних рабочих из производства которые там больше не нужны убивают дополнительные профессии они еще убивают таланты да то есть когда человек восемь часов интенсивно работает на работе его какие-то внутренние предпосылки таланты которые он мог бы направить раньше на что-то развитие да допустим сидел раньше гончар вот он сделал горшок вот ему хочется рисовать красивые цветочки у него получается он нарисовал их при машинном производстве это невозможно соответственно это талант девать некуда опять же восемь часов интенсивной работы ты приходишь домой у тебя остается силы только упасть на диван посмотреть телевизор спим все поэтому кроме того что производству выкидывает людей за стену также маркс отмечают что производство убивает таланты соответственно люди становятся не удовлетворенные тем что их любимые какие-то направления хобби неважно как назвать потенциал их не раскрывается соответственно творческая часть не раскрывается это опять же такой казалось бы философский вопрос не сугубо экономический но капитализм приводит к этому ну что я предлагаю наверно этом закончить первые пять частей 13 главы и остальные пять частей рассказать потом или если есть желающие рассказать вторую часть